Методы и приемы обучения ребенка с расстройством аутистического спектра. Если у вас будут возникать вопросы, то вы можете писать в чат, и я буду на них отвечать. Итак, мы начинаем. Сегодня в рамках вебинара мы с вами поговорим о том, какие существуют методы и приемы обучения ребенка с расстройством аутистического спектра. И более подробно остановимся на трех методах. Это метод обучения отдельными блоками, случайное обучение и метод пошагового обучения. Первый метод – это метод обучения отдельными блоками. Или как в других источниках он встречается метод DTT. DTT является одной из методик, с помощью которых можно сформировать новое поведение и развить навыки у детей с расстройством аутистического спектра. В 1987 году профессор, благодаря эксперименту, проведенному знаменитым профессором Ивар Валавасом, который впервые применил метод DTT, стало известно, что данная методика эффективна в обучении детей с расстройством аутистического спектра. DTT – это наиболее распространенный подход в оказании помощи детям с расстройством аутистического спектра, основанной на прикладном анализе поведения. Главной сутью данного метода заключается в том, что ребенку будут предоставляться множество повторяющихся попыток обучения, и это называется блоком. Блок – это единица обучения, которая состоит из трех элементов. Это инструкция, реакция и последствия. К обучению отдельными блоками можно представить в виде, когда сначала вы предоставляете ребенку определенный стимул или инструкцию, затем вы наблюдаете за реакцией, то есть ответом ребенка на вашу инструкцию, и в завершении вы всегда предъявляете ребенку поощрение. Давайте разберем это на примере. Например, вы занимаетесь ребенком и учите его понятию «яблоко». Ваша инструкция будет «дай яблоко». Ребенок вам дает это яблоко, и это и есть реакция, то есть ответ ребенка. Затем вы похвалите ребенка и дадите ему конфету. То, что вы сделали, это и есть блок обучения. Сейчас я вам предлагаю посмотреть видеофрагмент по ссылке, которую я вам отправлю в чат, и затем мы с вами разберем детали увиденного. Уважаемые участники, ссылка у вас находится в чате. Вы можете по ней проходить. Я надеюсь, времени было достаточно, и вы можете посмотреть, что я вам отправлю в чат. Вы успели просмотреть полностью весь видеофрагмент. Вы обратили внимание, что сначала была дана инструкция «дай яблоко». Затем ребенок выполнил задание, подал мне яблоко, и в конце я его похвалила. Таким образом мы вам показали, как выглядит блок обучения. Блок обучения – это одна попытка ребенка. То есть ребенку можно предоставить таких попыток до 10 раз. И 10 предоставленных попыток называются сессией. Итак, блок состоит из трех компонентов. Когда вы предъявляете инструкцию ребенку, вы должны знать, что перед тем, как начать с ребенком заниматься, вам нужно привлечь его внимание на себя. Так, чтобы его лицо и ваше было на одном уровне, и вы обращали внимание друг на друга. Всегда говорите ребенку, что делать. Например, сядь на стул, вместо «не сбирайся на стул». То есть ваши инструкции должны звучать в качестве команды, в утвердительной форме. «Дай мне игрушку», а не в вопросительной форме. «Ты можешь дать мне игрушку?» Инструкции также должны быть простыми для ребенка. Выражайтесь четко и конкретно. «Помой руки», «Принеси стул», «Одень туфли», «Зайди в ванную комнату». Но ни в коем случае они не должны звучать так, как, например, «Надо одеть туфли, кроссовка будет некрасива». Или же «Возьми вон ту игрушку и поставь ее на стол». Это для ребенка, это слишком много звучит слов, и он не понимает, что именно ребенку необходимо делать. И также старайтесь не повторять инструкции. Говорите инструкции однократно, и если ребенок не понимает, то вам необходимо сразу же применять инструкцию. Подсказку. Итак, повторим еще раз вместе с вами, что блок – это есть инструкция, реакция и последствия. И сейчас подробно мы с вами остановимся на двух вариантах реакции ребенка, которые он может нам продемонстрировать в момент обучения. Первый вариант – это когда ребенок может сразу выполнить ваше задание. То есть он дает правильный ответ, и мы его за это хвалим. На этом нам с вами не стоит останавливаться. А поговорим мы с вами о втором варианте. Это который встречается чаще всего, когда мы обучаем ребенку, или когда ребенок дает нам неправильный ответ, или же дает ответ, который он не знает. С этим-то мы и будем работать. Ребенок может ошибаться, когда для ребенка задание является новым, или же когда он не сконцентрирован. Если ваш ребенок не сконцентрирован, нам необходимо вернуть его внимание. Не вернуть его внимание на себя, потому что, либо же, когда для ребенка новый, мы заранее знаем об этом, и будем предоставлять ему что-то легкое. Сейчас я вам хочу предложить пройти на посылки, которые я вам отправлю в чат. И мы с вами посмотрим, как выглядит блок с подсказкой. Продолжение следует... Итак, на видеопримере было видно, что звучала инструкция. Дай яблоко. И я сразу же незамедленно применила подсказку, а именно в данном случае указательный жест. Я показала на само яблоко. Ребенок обратил внимание на подсказку и подал предмет. В завершении я его похвалила. Когда мы учим ребенка новому навыку, мы должны сразу же незамедлительно применять подсказку, чтобы предотвратить его неправильный ответ. А также ребенок не всегда может дать ответ нам быстро, на которое задание вы ему предоставляете. Ему необходимо некоторое время. Поэтому нужно выдержать 5 секунд, но не более для ответа ребенка. Если по истечении этих 5 секунд ребенок не дает ответа, значит, он не знает ответа на данную вашу инструкцию, либо же задание. В случае, когда ребенок не дает нам правильный ответ, нам нужно применить коррекцию ошибки. Существует два вида коррекции ошибки. Первый вид – это когда мы будем с вами использовать подсказку, а во втором случае мы будем использовать отвлекающую попытку. Сейчас я вам отправлю ссылку на наше видео с применением коррекции ошибки. Коррекция ошибки с подсказкой. Уважаемые участники, вы можете пройти по ссылке. Продолжение следует... На видеозаписи мы с вами увидели коррекцию ошибок с применением подсказки. В данном случае была жестовая подсказка. Звучала инструкция «Дай кружку». Ребенок дает неправильный ответ, он подал мне тарелку. Затем я повторяю инструкцию «Дай кружку» и тут же применила подсказку. Ребенок дал мне правильный ответ, затем я похвалила ребенка. Таким образом, когда ребенок дает нам неправильный ответ, мы применяем коррекцию ошибок с подсказкой. А теперь посмотрим следующий видеофрагмент. Коррекция ошибки с отвлекающей подсказкой. Ссылка у вас находится уже в вашем чате. На видеофрагменте мы увидели, что звучала инструкция «Дай кружку». Ребенок дает нам неправильный ответ, и после данного неправильного ответа мы просим его выполнить задание то, которое он уже знает, и оно не составляет ему трудностей выполнить. Я задала инструкцию «Делай так» и смоделировала действие. Затем снова даю инструкцию, на которых ребенок ошибся. Ребенок выполняет задание, и затем я его похвалила. Таким образом, отвлекающая попытка применяется для того, чтобы отвлечь ребенка от неправильного ответа и привлечь его внимание на себя и дать возможность ребенку ответить правильно. Еще раз мы с вами давайте вспомним, что блок состоит из трех компонентов. Это инструкция, реакция и последствия. Применяя метод обучения отдельными блоками, мы учим ребенка отдельно каждому навыку. Это применяется для детей, с которыми вы только начинаете обучать навык, новый навык. И следующим этапом в обучении, когда у ребенка уже сформировалось несколько навыков, мы можем начать применять в обучении смешанный блок. Так, когда же мы переходим к смешанным блокам? Мы переходим тогда, когда у ребенка сформировано несколько навыков. То есть, ребенок знает название, например, название животных, овощей, фруктов. Или же он умеет выполнять разные инструкции, такие, например, как «Сядь», «Встань», «Похлопай», «Похлопай», «Принеси». Также мы применяем тогда, когда ребенок может обобщать уже сформированный навык. То есть, выполняет задания в разных местах и с разными людьми. А у нас сейчас с вами еще один видеофрагмент. Ссылка на данный видеофрагмент у вас имеется в чате. Вы можете по ней пройти и посмотреть. Что же мы увидели с вами на видео? А вы обратили внимание, что ребенку задаются разные вопросы. Такие как «Дай кружку», «Покажи тарелку», «Кто это?», «Похлопай», «Как говорит кушка», «Кошка, покажи кружку». И ребенок выполняет задания. То есть, он слушает взрослого, понимает инструкции и также знает значение таких слов, как «Кружка», «Тарелка», «Девочка», «Кошка» и «Похлопай». Когда занимаешься с ребенком, он часто может автоматически и заученно отвечать на ваши инструкции. Для этого мы применяем метод смешанного блока. То есть, мы позволяем ребенку концентрировать свое внимание на ваших вопросах, то есть, слушать их внимательно. Также ребенок учится переключать свое внимание с одного навыка на другой и быстро реагировать на ваши инструкции. Давайте еще раз повторим и запомним, что ребенку дается 5 секунд, но не более, чтобы он мог вам ответить. В случае, когда ребенок дает неправильный ответ, мы его не поощряем. Мы поощряем его тогда, когда ребенок отвечает правильно. Предоставление ребенку 10 последовательных блогов называется «Сессия». На этом наша с вами первая часть закончена. Мы с вами обсудили метод обучения отдельными блогами и приступаем к следующему методу. Метод случайного обучения. Или же, как в других источниках, он может встречаться, как обучение в естественной среде. Случайное обучение может применяться где угодно, независимо от того, в каком месте вы находитесь. Находитесь ли вы в магазине, либо ли на кухне вы готовите что-то. Или же вы играете в игровой комнате с ребенком. Или на улице где-нибудь в парке вы гуляете. Например, вы идете с ребенком по парку, а в парке гуляют собаки. Когда ваш ребенок обратил внимание на собаку, вы можете указать на собаку и сказать «Собака». И каждый раз, когда ваш ребенок будет видеть собаку, вы можете указывать и называть животное. Тем самым ребенок будет обучаться в естественной среде. И в следующий раз, когда вы увидите собаку, вероятность того, что ребенок сам называет животное, возрастет в несколько раз. Случайное обучение основывается на следующих элементах, таких как инициативность ребенка, мотивация ребенка, интерес ребенка и цель взрослого. Сейчас мы с вами обсудим каждый этот элемент по отдельности. Главным элементом метода является собственная инициативность ребенка. Как правило, инициативность – это один из навыков, который практически невозможно сформировать за столом с ребенком во время урока. Инициатива возникает вследствие появления в окружающей среде привлекательных для ребенка предметов или все, что с ним связано. Давайте разберем на примере. Вы занимаетесь с ребенком, он заинтересовался одной игрушкой, которая находится рядом с вами. Тем самым он проявил интерес, он показал вам, что его заинтересовало, а именно эта игрушка. Ребенок проявит свою инициативу, если у него есть интерес, и наоборот, если у ребенка есть интерес, то он обязательно проявит свою инициативу. Как видите, эти два элемента связаны между собой. Случайное обучение основывается на естественно возникающих мотивациях. То есть, ребенок сам проявит свою заинтересованность в чем-либо, когда он пожелает это получить. Например, ребенок захотел пить и показывает вам на бутылку с водой. Мы возьмем бутылку с водой и будем держать в руках, скажем, вода, а затем мы предоставим ее ребенку. Или же, как часто это может случиться, на игровой площадке ребенок увидел качели и хочет к ним подойти. Он начнет вас к ней тянуть. И в момент, когда вы к ней подходите, то есть качели, вы можете показать ребенку на ней и обозначить, сказав качели. Или же другой случай. Ребенок тянется к игрушке, которая в этот момент находится на верхней полке. Мы можем назвать игрушка, показав на нее, и затем мы дадим ее ребенку. Таким образом, каждый раз, когда у ребенка будет возникать мотивация что-либо заполучить, вы можете сформировать у ребенка навык просьбы. Ребенку с расстройством аутистического спектра свойственно не проявлять заинтересованность. И нам нужно ее формировать. Когда вы обучаете ребенка новому навыку, а у него нет в этом заинтересованности, то вероятнее всего, что он этот навык не освоит. Но если же вы будете обучать его в интересной для него форме, то это заметнее увеличит вероятность быстрого освоения навыка. Например, вы с ребенком изучаете цвета на карточках. Но в этот момент ваш ребенок обратил внимание на конструктор. Ну а разве нельзя обучать цветам на конструкторе? Мы же можем продолжить свое обучение на деталях конструктора. Используя интерес ребенка. Например, мы можем строить дом или что-то иное, другое. И в этот момент мы можем называть детали конструктора по цветам. Или же другой пример. Вы можете играть с ребенком с пирамидкой. Можно же также обучать ребенка в этот момент. Весь в пирамиде имеются разные кольца. И когда ребенок будет нанизывать их на стержень, мы можем обозначать каждый цвет. Но самое важное, нам нужно помнить, что у всех детей уровень восприятия информации разный. И сразу всем цветам обучать будет для ребенка тяжело. Не будет в этом эффективности. Потому что он не запомнит все цвета, которые вы с ним обучаете. Но если же мы начнем сначала называть только один или два цвета, ребенок с легкостью может это заполнить. Поэтому вы должны понимать, что все зависит от уровня ребенка. Для нас важно подкрепить заинтересованность ребенка. Ведь для детей с расстройством учительского спектра проявить и показать взрослому заинтересованность порой бывает сложно. Хотя метод и называется случайное обучение, он также имеет поставленную цель. Это не означает, что мы обучаем ребенка всему, что видим и хотим обучить его. Мы обучаем ребенку одному навыку, применяя его несколько раз. Например, мы хотим обучить ребенка запомнить название конфета. И каждый раз, когда он будет просить его, мы будем называть конфета и давать ему ее. Когда ребенок смотрит телевизор и там показали конфету, мы тоже это прокомментируем и обозначим. Или же мы можем специально положить конфету на стол и не означает показать на нее и назвать конфетку. И больше ничему другому учить мы не будем. Мы будем учить только одному навыку, который мы выбрали для ребенка. Обучая ребенка методом случайного обучения, какого-нибудь навыку, мы должны понимать, что обучение может происходить в течение всего дня. Ведь за весь день ребенок, конечно же, будет нам демонстрировать свои желания и вступать с нами в сотрудничество. Нам нужно пороспользоваться этим моментом. А это означает, что мы всегда должны держать в голове свои поставленные цели для обучения ребенка. Ребенок, конечно же, в течение дня захочет пить или же скушать свое любимое печенье. И, конечно же, будет подходить и просить об этом вас. И если для него это будет ограничено, то ему будет сложно это взять. Поэтому мы можем заранее сок или же печенье положить на верхнюю полку или закрыть это в банке с плотной крышкой, чтобы у ребенка возникла необходимость просить вашей помощи. Переходим к следующему вопросу. Как же нам правильно планировать случайное обучение? В случайном обучении специально планируется и организуются ситуации, которые необходимо стимулируют проявление инициативы. Окружающую среду мы целенаправленно будем обогачать привлекательными стимулами. Данный метод проводится в нескольких этапах. Первое, что мы с вами должны сделать, это подготовить окружающую среду, то есть обогатить ее стимулами, которые будут вызывать у ребенка интерес. То есть в месте, где мы будем обучать ребенка, мы заранее размещаем в пользу зрения ребенка несколько предметов, которые ему могут понравиться. Затем мы будем ждать инициативу от ребенка. Мы не начинаем ему сами показывать и подсказывать. Мы ждем, когда ребенок самостоятельно проявит инициативу. То есть ребенок может свою инициативу подсказать несколькими способами. Например, он может направить свой взгляд по направлению этого предмета. Такое часто встречается, когда вы занимаетесь с ребенком, и ребенок перестает вас слушать, и его внимание обращается на игрушку, которая находится рядом с вами. Тем самым он проявил свою инициативу. Или же ребенок может указать сторону предмета. А ребенок не всегда может пользоваться указательным жестом. Он может просто протянуть руку в направлении игрушки или интересующего предмета. Но чаще всего встречается так, что ребенок берет ребенка взрослого за руку и приводит его к интересующему предмету. Или же он может произнести слово, либо начальную букву слова, попытаться что-то вам сказать. Тем самым вы понимаете, что ребенок дает вам знать, чего он хочет. То есть проявляет свою инициативу по отношению к вам. Давайте же поговорим о том, какими способами мы можем вызывать инициативу у ребенка. Для начала мы можем начать играть с любимой игрушкой ребенка. Мы сядем и начнем играть рядом с ним. Ребенок увидит, что вы играете с интересной ему игрушкой, подойдет к вам и будет хотеть ее взять. В этот момент вы можете научить ребенка просить жестов, либо слова. Или же другой пример. Вы можете придержать части, без которых невозможно играть. Ребенок играет с конструктором, строит дом, и ему будет необходима деталь, чтобы продолжить свое строительство. А в данный момент данная часть конструктора будет находиться у вас в руках. Он будет к вам тянуться, чтобы ее взять. И вы в данный момент можете проверять свой интерес, и вы воспользуетесь этим моментом, и можете помочь ребенку правильно попросить деталь. Либо указать, либо он должен вам сказать. Следующее, что вы можете, это начать любимое занятие, но сразу же его прекратить. Например, многие дети любят, когда их щекотят. Вы можете щекотать ребенка непродолжительное время, а потом резко остановиться. Ребенок в этот момент будет смотреть на вас и ждать продолжения игры. И как только ребенок начнет показывать, что он хочет продолжения, вы снова начнете его щекотать. Или же в боже еще такой пример. Вы можете поместить предметы на полку. То есть, когда предметы находятся в недосягаемости от ребенка, и ребенок хочет их предоставить, но не может. Он будет просить вас ему помочь, и тут же вы ему можете помочь закрепить инициативу. Например, мы знаем, что ребенок хочет печенье, и у вас есть два варианта, какими способами мы можем его предоставить. В первом варианте печенье находится в банке, с плотно закрытой подвижкой, а во втором варианте печенье находится на тарелке. Какой бы способ вы бы применили, первый или второй, чтобы проявить его инициативу? Я так думаю, многие участники уже ответили правильно. Если мы разместим печенье в банке, ребенку будет трудно ее открыть, и ему понадобится ваша помощь, и вы сможете ему в этом помочь. При этом вы можете сказать печенье. А если печенье будет просто находиться на тарелке, то он будет свободно ее может взять, и ему не потребуется ваша помощь. Давайте разберем еще один пример. Ребенок уже сидит на качелях, мы его сами раскачали, и качели со временем остановились. Мы стоим и ждем инициативы от ребенка. Ребенок хочет продолжить качаться. Мы видим это по его телодвижениям. Как вы подскажете ему, чтобы он вас попросил? Для начала мы с вами выждем момент, когда ребенок будет нам показывать, что он у нас нуждается. Он начнет ерзать, либо искать глазами взрослого. В этот момент нам нужно подсказать ему слово. То есть мы говорим, пока чай. И когда ребенок повторит слово, или хотя бы пытается произнести начальную букву слов, мы сразу же выполним его просьбу. Мы сразу начнем его качать. Таким образом процедура будет повторяться несколько раз, пока не закрепится нам нужная самостоятельная реакция. При обучении также нужно помнить, что чем больше в окружающей среде будет интересных или необходимых для ребенка предметов, которые он захочет получить, он не сможет взять самостоятельно, тем больше вероятность того, что ребенок обратится с просьбой к взрослому. И в завершение хотелось бы напомнить, что мы не должны спешить или же подсказывать ребенку, как нужно просить. То есть когда ребенку что-то нужно, мы часто бежим и подсказываем ему, как он должен попросить ее у нас. Это является ошибкой. Мы должны выждать момент, когда он сам обратится к нам, а потом мы только ему подскажем и поможем. На этом наша с вами еще одна часть завершилась. Мы с вами прошли два метода. Это метод обучения отдельными блоками и метод случайного обучения. И переходим к рассмотрению следующего метода. Это метод пошагового обучения. Метод пошагового обучения применяется для обучения разнообразным комплексным навыкам, таким как навыкам гигиены, навыкам самообслуживания, игровые навыки и социальные навыки. Суть метода заключается в том, чтобы помочь ребенку освоить выбранный навык. Вы должны сначала соответствующий процесс разбить на отдельные шаги. Достаточно мелкие, чтобы ребенок мог легко справиться с каждым из них. Как же нам правильно определить шаги в обучаемом навыке? Для этого мы можем использовать с вами два метода. Первый метод – это наблюдение за поведением типичного ребенка-ровесника. То есть в процессе выполнения аналогичного задания. Например, мы даем задание ребенку с ребенком состройства логического спектра и сравним его с тем, как ребенок-сверстник с типичным развитием выполняет его. Либо следующий способ второй – когда мы будем наблюдать за своим собственным поведением в процессе выполнения задания. То есть самому выполнить задание и проанализирует всю цепочку выполняемого задания. Давайте с вами разберем на примере принцип составления шагов определенного навыка. В данном случае мы разберем с вами процесс надевания носков. Как это делают взрослые? Мы сначала увидим носок, возьмем его и оденем на ноги. Мы не задумываемся, как это происходит. Для нас этот навык уже отработан. Мы выполняем его автоматически. А теперь рассмотрим, как это должен выполнить ребенок с расстройством логического спектра. Для ребенка с расстройством аутистического спектра это очень сложный навык, который состоит из множества действий. Для начала ему нужно найти носок, взять его, определить, какой из них правый, какой из них левый. Затем ему необходимо найти горловину, то есть это не резиночку, растянуть, посмотреть его, соотнести и попытаться его надеть на ногу. Потом сначала мы надеваем на пальцы, затем надеваем на ступню, щиколотки, и затем в завершение нам нужно его расправить. Потом точно такую же аналогичную цепочку необходимо выполнить со второй парой носка. То есть, как вы видите, это очень длинная цепочка, которая состоит из очень множества шагов. Или же мы с вами можем осмотреть другой пример. Например, как готовить бутерброд. Сначала мы можем заранее подготовить все ингредиенты. Ребенку необходимо лишь сначала взять хлеб, затем намазать на хлеб масло, потом положить колбасу и сверху положить пель с салата. Количество шагов для ребенка будет варьироваться от того, насколько у ребенка навык сформирован. Для начала, как я уже сказала, мы все разложим по тарелкам, все необходимые ингредиенты, и ребенку необходимо лишь это все собрать в один готовый бутерброд. Но если же для ребенка это уже будет легко, либо же он уже освоил данную цепочку, мы можем этот пример расписать уже по-другому, тем самым его усложнить. Для начала для ребенка нужно будет взять хлеб, потом его нарезать, затем он может взять масло из холодильника, намазать масло на хлеб, затем можно нарезать колбасу, положить колбасу на бутерброд и в завершение положить низ салата на бутерброд. Как видите, в этом варианте количество шагов стало больше, стало сложнее, потому что ребенку необходимо помнить, где находится каждый ингредиент, в каком месте. Потом также ребенок умеет и владеет навыком резать, и он может и соотносить. Таким образом мы усложнили для ребенка данный способ. Получается, что один и тот же навык может иметь разную цепочку, которая состоит от 3 до 12 шагов. Все зависит от уровня развития ребенка. Мы с вами сегодня рассмотрели три метода обучения ребенка с расстройством аутистического спектра. Это метод обучения отдельными блоками, случайное обучение и пошаговое обучение. Также мы с вами узнали о главных способах применения каждого метода для развития необходимых навыков у детей. Исходя из потребностей ребенка, вы можете сами определить, какой метод обучения вам стоит удерживаться. Сейчас я вам хочу сообщить, что также имеется следующая часть вебинара «Методы приема обучения ребенка с расстройством аутистического спектра без ошибочного обучения». А на этом наш вебинар закончен. Всем спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...